В республике строительный бум. Строится социальное жилье, объекты здравоохранения, культуры, спорта. Активно застраивается и частный сектор. Какие планы на ближайший год? Чем удивят нас строители в 2013-м, когда сдадут долгострой и завершат дворец театров? Об этом и многом другом в программе «Знак вопроса» с министром строительства Кабардино-Балкарской республики Артуром Маймиевым. Здравствуйте, Артур Анатольевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю по телефону 40-42-13. Как всегда, для нас нет запретных тем и неудобных вопросов. А начну я наш разговор, Артур Анатольевич, наверное, с неудобного все-таки вопроса. Когда будет завершено и будет ли вообще завершено строительство дворца театров? Дворец театров на сегодняшний день, я вам отвечу, что он будет завершен. Предполагаем завершить его в 2015 году. Сегодня глава республики Артур Анатольевич Коноков поставил такую задачу и ведет переговоры. Он лично сам с федеральным центром, с инвестором. И перед нами стоит задача к 2015 году завершить этот дворец театров. А сам объект сейчас вот немножечко заморожен, когда начнется вот, работы на нем начнутся? Как вы знаете, объект дорогостоящий, много лет строится. Как только будут определены инвесторы, будет заключено соглашение, мы немедленно приступим к дальнейшей реализации данного проекта. Спасибо. Артур Анатольевич, вот одним из самых серьезных проектов на ближайшие годы, несомненно, является строительство высокогорного туристического комплекса Эльбрус-Безинге пропускной способностью 29 тысяч человек в день. И вот такое пристальное внимание к этому проекту во всем округе, конечно, еще обусловлен тем, что он предполагает дополнительно свыше 330 тысяч рабочих мест в целом по региону. И в этом году, по этой программе, что будет сделано? И в ближайшие годы, может, уже какая-то работа проведена по данной программе? На самом деле, проект очень интересен, очень амбициозный. На сегодняшний день по проекту, в частности, то, что касается Эльбруса, мы, все инженерные инфраструктура, вся выполнена, все коммуникации, необходимые для обеспечения, жизнеобеспечения людей, имеются. По проекту Безинги, сегодня этот проект в стадии разработки. Мы, соответственно, тоже ждем решения якорного инвестора, о котором говорил и говорит постоянно глава республики. Я думаю, что мы в этом году приступим тоже к разработке, рассмотрению, дадим какие-то свои предложения по оснащению инженерной инфраструктуры района Безинги. Значит, вот в Эльбрусе уже вся подготовительная работа, она уже сделана. И в этом году большая часть работы, как я поняла, будет выполнена. Да. Замечательно. Вот еще очень интересная, серьезная программа на территории нашей республики задействована. Это вот развитие Северного Кавказа до 2025 года. По ней у нас по республике в целом, по-моему, 29 инвестпроектов серьезных. И один из них – это завод чистых полимеров Этана. Скажите, на какой стадии завод? Вот мы так много об этом заводе говорим. Наверное, хочется, чтобы его скорее запустили и были уже новые рабочие места. На сегодняшний день заканчивается, в этом году, в сентябре месяце, будет завершена полностью вся инженерная инфраструктура, подводящая сети и площадки для строительства завода. Это та именно часть, которой сегодня занято наше министерство. Я думаю, что через три года завод реально начнет свою работу. И у нас есть звонок. Алло, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Вот, вот, я инвратитель всей этой группы. Мой сын многодетный, он стоит в очереди, в молодая семья. А там ему говорят, что у него в книжке должен лежать полтора миллиона. А у него таких денег нет, у него недостроенный дом стоит. Так, и у него в книжке в группе. Сын многодетный, дом достроить не могут. Какую помощь можете вы оказать? Вы знаете, к нам часто приходят письма с просьбами оказать какое-то содействие. Мы направляем туда специалистов, оцениваем возможности, наши возможности. И в силу своих возможностей мы не оставляем без помощи ни одного обращающегося. Не всегда у нас, безусловно, получается все сделать, но в силу возможностей мы стараемся помочь нашим гражданам. Это наша основная задача, и задачи, такие задачи находятся под контролем главы республики, поэтому мы их исполняем. Валерий Анатольевич, у вас есть, наверное, приемные дни, да, граждан? Безусловно. Вот такие граждане, вот как дозвонившийся до нас зритель, они могут к вам обратиться? Да. А как они могут узнать о том, когда у вас будет прием? У нас прием, у меня лично прием, мы проводим по субботам с 12 часов до 16 часов, мы проводим прием. Предварительно на всех наших сайтах есть телефон, записывается, обозначает вопросы. Мы приглашаем специалистов, начальников отдела для ускорения того или иного вопроса. Заранее подготавливаемся и выслушиваем и решаем вопросы, которые перед нами ставят. Стараемся дать ответ исчерпывающим. Спасибо. Вот, Коль, скоро мы заговорили о жилье, хотелось бы спросить. Вот уже третий год в Кабардино-Балкаре действует программа развития жилищного строительства в Кабардино-Балкарской республике на 11-15 годы. Скажите, вот что сделано по этой программе? Вы знаете, в 2011-2012 годы введено в эксплуатацию 550 тысяч квадратных метров жилья, в том числе эконом-класса, но самое, наверное, то, что хотелось бы мне ответить, что в пределах 87 квартир, это квартиры для переселения из ветхого аварийного жилья. В планах на 13-й год перед нами стоит задача подстроить более 287 тысяч квадратных метров жилья для наших граждан. Ну, на самом деле, по-моему, столько, сколько строится за последние несколько лет в республике, на мой век, во всяком случае, не строилось. Везде новые объекты, это, конечно, и радует глаз, и это вселяет надежду, что все очередники получат жилье. А вот как с молодыми семьями? Такая же программа действует по молодым семьям. Вот, допустим, в 2012 году сколько молодых семей получили квартиры, там вот какую помощь вы могли им оказать? Мы выдали сертификатов, жилищных сертификатов в 2012 году, мы выдали более 166 сертификатов, из них на сегодняшний день уже реализовано 66. В планах на 13-й год у нас выдача жилищных сертификатов по программе «Молодая семья» более 220. То есть мы с каждым годом увеличиваем, увеличиваем, к сожалению, мы хотели бы больше, но какие-то трудности ограничивать наши пока возможности. Но задача стоит увеличивать ежегодно, и мы это будем выполнять. Тем более, что глава республики держит этот вопрос под особым контролем, ясно. Вот у нас есть звонок, по-моему, да? Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. У меня вот такой вопрос есть. Так как я сам ранее проживал в этих же общежитиях, которые находятся на эскорже, когда-нибудь они вообще уйдут с этого места и все-таки людям дадут жилье? Потому что реально, даже 20 лет назад проживая я, там нереально было жить. Сма-торока. Спасибо. В этом году у нас в программе заложена определенная сумма на начало, на проектирование, начало строительства, как раз для переселения из общежитий. Только в нашей республике, я хотел бы на это обратить особое внимание, еще продолжает действовать эта программа. Это только благодаря личному вмешательству Арсена Башировича эта программа не ушла. Во всей остальной Российской Федерации этой программы больше нет. Но мы, перед нами стоит задача. Хотя общежитие есть везде, во всех регионах? Абсолютно верно. Мы поставили, перед нами поставили такую задачу, и мы закладываем в этом году строительство двух многоквартирных жилых домов. Именно для переселения? Именно для переселения. Людей из общежитий. Да. Замечательно. Вот скажите, в последние несколько лет у нас очень много реконструируется объектов здравоохранения. Это и в городе, в столице республики, в Нальчике, это и в районах. Вот в этом году какие объекты здравоохранения под вашим личным контролем? По программе модернизации здравоохранения на ремонт этих заведений, лечебных заведений была выделена достаточно приличная сумма. И в 2011-2012 году мы провели реконструкцию, сейчас уже завершаем в некоторых оставшихся учреждениях реконструкцию. Количество этих объектов составляет более 26. Могу привести пример, как аллергоцентр. Мы приезжали туда с гостями, со специалистами. Они смотрели, были удивлены. Просто, наверное, хотелось бы, чтобы шире проходила информация о работе министерства нашего в сфере строительства. Скажите, а вот в числе этих 26 объектов есть инфекционная больница? Да. Ну, где так жалко, которые туда попадают? Инфекционная больница, более того, она стоит в программе и на 2013 год. Будет выделено около 80 миллионов рублей на ремонт инфекционного отделения детской больницы. Спасибо. Вы меня обрадовали, честно говорю. И у нас есть звонок. Алло, мы вас слушаем. Что? Алло? Да. Алло, добрый вечер. Добрый. Алло. Вы в эфире говорите. Алло, добрый вечер. Астана Анатольевич, Лискенский муниципальный район, селение Урух. Сегодня наши зрители выражают огромную благодарность Казахстану Республики Арсену Башевичу Конокову. Вам за те новостройки, которые за последние несколько лет перезошли в нашем районе. Это и физкультурно-оздоровительный комплекс, и мини-футборное поле, которое так обрадовало нашу молодежь. Сегодня также радует класс и ремонт общеобразовательной школы, которая стояла последние несколько лет. Вот. Теперь хотелось бы узнать, спойдут ли данные объекты в начало нового учебного года. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Благодарность жителей и вопрос, конечно, по школе. Жители отмечают и замечают то, что мы делаем. На самом деле эта школа будет завершена к первому сентябрю. Мы сегодня проводим реконструкцию. Полностью меняется и внутренняя отделка, и наружняя. И к первому сентября, я надеюсь, что, не надеюсь, а уверен, что Арсен Баширович откроет в данном селе эту школу вновь. А как с другими, в других районах объекты, вот именно образовательные учреждения? Вот у нас был звонок от жителей Верхней Жемталы. У нас есть проект. Мы вели переговоры с федеральным центром, в частности, с Министерством образования Российской Федерации по строительству этой школы. 202 миллиона стоит заложено в титуле, в титульном листе нашем. И, надеюсь, мы в этом году приступим и начнем строительство в школу Верхняя Жемтала. Мы знаем, что именно в этом районе существует острая необходимость, и это будет реализовано. Вот за последние годы в республике получило развитие малоэтажное строительство. Это такой очень интересный опыт. Вот будет ли в городе такой проект задействован, или же он больше возможно, такое строительство в районах республики? Каковы вообще перспективы малоэтажного строительства в республике, на Ваш взгляд? На мой взгляд, малоэтажное строительство перспективно тем, что себестоимость, плюс то, что возводится очень быстро, 3-4 этажа, и на протяжении 6-7 месяцев есть возможность вводить их в эксплуатацию. Это в основном жилье эконом-класса, поэтому оно применяется, на наш взгляд, в муниципалитетах. Мы считаем, что этот вариант именно приемлем. Для города, наверное, немножко... Для отведения земли менее проблемно, да? А для города, наверное, все-таки нужны более другие проекты сегодня есть, очень красивые, которые украсят облик нашего города. И вот так бы я ответил на Ваш вопрос. А вот на Ваш взгляд, в каком районе самые интересные проекты были по малоэтажному строительству? Мы прорабатывали, рассматривали вопрос, проект в Терском районе. Очень красиво получился такой компактный, компактной застройки. И мы считаем, что он имеет перспективу применять их и в других районах. И у нас есть звонок. Алло, мы Вас слушаем. Алло, говорите, Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я от Норд-Колы, я хотела бы спросить. Снесли дом культуры в Норд-Коле. Вместо этого что-то будут строить или нет? Спасибо. Спасибо. В Норд-Коле мы планируем, мы начинаем в апреле месяце строительство большого физкультурно-оздоровительного центра. Это будет очень современный комплекс, куда будут входить и бассейны, и спортзалы для различных видов спорта. Также мы предполагаем реконструкцию имеющегося дома культуры. Глава республики поручил моему коллеге с Министерства транспорта рассмотреть варианты строительства картодрома. То есть мы, я считаю, что мы отремонтируем тот клуб, который сегодня есть, а строительство нового мы уже, наверное, будем рассматривать более в другой результате. Говоря о спортивных объектах, глава республики поставил задачу, что в каждом населенном пункте должен быть спортзал. Вот в этом году будет еще сдано. Вот эти годы активно сдавались во многих населенных пунктах. А в этом? В этом году мы планируем сдать 10 физкультурно-оздоровительных комплексов. Очень интересный, на наш взгляд, архитектурного вида с металлоконструкцией. 1 мая, перед нами стоит задача, 1 мая в селении Сармакова мы планируем открыть один из комплексов. Вот из этих 10 комп проектов 1 мая завершить и ввести в эксплуатацию в селении Сармакова. Замечательно. Вот, хотела узнать вообще о ваших планах на этот год. На что будете вы обращать пристальное внимание? В этом году перед нами мы, как и ежегодно, будем вводить объекты и социального значения. Объекты и здравоохранения. Вообще, Арсен Большевич поставил в начале года приоритет обеспечения водой всех районов республики и здравоохранения. Стоит во главе сегодня задача именно эти объекты. Но, несмотря на это, мы и будем вводить и школы. Сегодня идет строительство, реконструкция республиканской больницы, начатая три года назад. В наших планах к 1 сентябрю завершить и сдать в эксплуатацию школу «Адиюх» на 550 ученических мест. Также, как я уже говорил, школу «УРУХ», реконструировать в наших планах еще строительство перинатального центра. Но, несмотря на это, в Дубках расположен перинатальный центр. Мы планируем его с применением новейших технологий отремонтировать. На это тоже выделены хорошие средства. И вот такие у нас задачи и планы на 2013 год. Желаем успешно все это завершить. И у нас есть звонок. Алло. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Я немножко запоздала со звонком. Я бы хотела выразить благодарность. К вопросу о том, что помощь оказывается простым людям. Вот сознанием дела могу заявить, что если есть хоть какая-то возможность помочь, Артур Анатольевич всегда помогает. По максимуму. И хотелось бы видеть побольше чиновников такого ранга, вот с таким же отношением к людям и к жизни. Артур Анатольевич, вам огромного счастья, крепкого здоровья и всем, кто вам дорог в этой жизни, чтобы у них все было так, как вам бы хотелось. Спасибо. 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 Большое спасибо вам. Артур Анатольевич, вот вы, как министр строительства и архитектуры, каким вы видите облик столицы нашей республики, вот, ну, допустим, ближайшие 10 лет? Вы знаете, облик республики и в целом, в частности, столицы, я думаю, что будет, ну, наверное, один из самых красивых не только в Российской Федерации, но и, на мой взгляд, в Европе. Потому что, как мы все знаем, Артур Анатольевич очень продвинут в этих вопросах, он бывает во многих странах Европы. Все, что лучшее есть, все, что лучшее связано с красивой архитектурой или какими-то новыми, инновацией какие-то, он, возвращаясь в республику, собирает архитекторов, строителей, беседует, дискуссирует, доказывает. И есть красивые проекты, есть планы на будущее, и я надеюсь, что через лет 10 столица будет самой красивой в Европе. Что касается красоты, конечно, фонтан, который был запущен осенью прошлого года, стал одним из самых излюбленных уже мест, вот несмотря на то, что он короткое время функционировал, его зимой законсервировали. Кстати, когда его откроют? Вот на радость жителям столицы республики. Я думаю, что все зависит от природных условий климатических. Наверное, мы постараемся его запустить в конце марта. Во второй половине этого месяца приедут итальянцы, мы сделаем какие-то после консервации пробные запуски, проверим, и уже, чтобы весь сезон жители наслаждались и музыкой, и шумом воды, и отдыхали у этого фонтана. Вот желаю вам, вы сказали сейчас о своих амбициозных планах, о том, что вот в ближайшие годы строительство там, и облик нашей республики, все это будет продолжено, продолжено и сделано еще лучше и краше. Желаем вам успехов, и чтобы все ваши объекты стали такими же крепкими, как пирамида Хеопса. Чтобы ни годы, ни время, ни природные катаклизмы не могли даже одного кирпичика сдвинуть из того, что вы строите. Успехов вам в вашей работе. Спасибо, что уже не раз откликаетесь на приглашение на наш эфир. Успехов вам в этом новом году. С вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь ровно на одну неделю. Оставайтесь с нами на телеканале Россия. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok